Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал Leg Crazy Motion, и добро пожаловать на очередную самоделку Бункер Ученых. Это все, что от него осталось. Почитал я ваши комментарии после первого видео. Я и сам, собственно, осознавал, что здание получилось не очень хорошим. Ну и, короче, ваши комментарии почитал, тоже прочитал про свои недостатки, плюнул и снес его к чертовой матери. Решил построить все заново. Значит, минусы, которые были озвучены. Это... У меня бункер получился двухэтажным. Многие мне написали, что бункер был одноэтажным с бойницами каким-то там сверху. Окошки у меня слишком большие были на втором этаже. Ну и, как бы, тоже многие это отметили, что такого не должно быть. Дальше сверху должна быть просто ровная пластина, вертолетная площадка. У меня получилось, как крыша жилого дома. И по скосам тоже там были свои пожелания, но, как бы, по скосам я все-таки не смог сделать идеально то, что хотел. Мне предлагали из пластин закрепить пластины, как бы, под нужным углом поставить... Как-то затаялить их и поставить с разных сторон. Но такого количества, большого количества серых пластин у меня не оказалось. Точнее, нет, даже оказалось. Но у меня очень много деталей сейчас заморожены на проекте про Иракскую войну. У меня там много зданий, которые, начиная с первой серии, собраны и стоят в качестве декораций, готовые для съемок. Поэтому здания стоят, кубики стоят. Из оставшихся я строю как могу. Так, значит, давайте я вам покажу новую версию своего бункера. Ну что, вот моя вторая версия. Бункер 2.0. Так вот он получился. Для меня минус, самый основной теперь, это масштаб. То есть, если раньше я бункер строил на небольшой бежевой пластине, он был маленький, он был компактный. Мне для съемок было удобно, то теперь бункер получился на большой серой пластине. Занял ее практически всю. И, соответственно, для того, чтобы показать территорию вокруг, мне нужно будет отводить камеру. А сзади у меня фон не такой большой. То есть, при съемках явно у меня будут большие проблемы. Как из-за того выкручиваться, я пока еще не знаю. Но теперь у меня получается масштабная такая сцена, которую я, честно говоря, хотел избежать. Ну ладно, в общем, разберусь как-нибудь, надеюсь. Бункер. Как я и говорил, из-за того, что у меня не было высоких скошенных слопов, я использовал более скошенные, под 45 градусов. И стенки получились, конечно, под большим углом. Напоминает чем-то пирамиды майя какие-нибудь. Но по-другому уже все-таки я не мог сделать. Только если пластинами, повторюсь, но у меня их просто не хватило. Крыша в этот раз плоская. Здесь сейчас буковку H сделаю. Может быть, фонарики здесь поставлю по углам, типа вертолетной площадки. Бойницы, как и просили. Все, нет больше окошек, нет второго этажа. Что-то вроде амбразуры там какой-то. Не знаю ее предназначения, честно говоря. Но, по крайней мере, визуально больше стало похоже на бункер из игры. Дверь у меня по-прежнему осталась утоплена. Хотя мне предлагали некоторые сделать и наоборот выступающую часть и в ней дверь. Но я оставил все-таки вот так. Короче, наверное, к слову бункер, этот более применим, больше похож. Ну, его, наверное, уже переделывать я не буду. Его и оставлю. Теперь опять делаем территорию. Серую не хочу оставлять. Насколько смогу, я попробую закрыть бежевыми и коричневыми деталями. Не уверен, что смогу закрыть вообще все. Но попытаюсь. Сейчас сделаем что-нибудь. Ну что, вот я затайлил как смог. Не затайлил, а поставил пластины бежевого цвета, коричневого, чтобы закрыть серую пластину. Боюсь, на этом моя коллекция свободных тонких деталей закончилась. Поэтому больше я ничего сделать не могу. Ну и так, для декорации еще надо поставить бочки. Опять-таки вернуть ящик какой-нибудь. Еще бочку, не знаю, сюда. Еще бочку куда-нибудь сюда. Мне по центру вряд ли сюда. Бочка с водой, канистра. Прицеп от машины. Уазик возвращаем. Где-нибудь. Так, трава. Какая-нибудь пожухлая здесь. Ну и коричневая трава. Просили зелени побольше, но я, честно говоря, не вижу смысла. Зачем зелени побольше? Во-первых, там ландшафт весь такой, достаточно печально-песчано-какой-то бежево-коричневый. Поэтому если только коричневой травы побольше, вот блеклой травки понапихаем. Немножко зеленой можем поставить. Так, что у нас еще есть? Вот, кстати, какая-то деталька непонятная. Можем ее тут для масштаба вверх поставить. Ну и еще коричневой травки давайте немножко воткнем. Так, где мы коричневая травка? Было же много. На крыше вряд ли мы будем ставить коричневую травку. Ну, что там еще камера хватает? Где видно? Ну, вот здесь давайте поставим. Так, пальма нам здесь совершенно не нужна. Так, с травой закончили. Теперь что у нас осталось? Опять забор надо вернуть. И что еще? А, буковку H я обещал сделать. Так, сейчас сварганим что-нибудь. Так, буковку H. Вы видите, она там наверху. В общем, буковку H. Я поставил желтого цвета, не было. Поэтому я поставил такой немножко темно-оранжевый. И давайте сейчас по краям поставим, ну, не знаю, белые значки. Хотя должны быть, по идее, наверное, красные. Может, наверное, потом заменю при съемках. Сейчас просто пока для обзора воткну, чтобы создать некую видимость площадки этой. Все, надеюсь, бункер стал получше выглядеть. И забор. Как вы помните в прошлый раз, я использовал вот такой вот забор. Делал сетку вокруг. А сейчас я вспомнил, что у меня есть другой забор. Вот, наверное, посмотрите. И скажите мне в комментариях, как лучше. Это такой, по типу классического, такого советского. Вот можно часть забора сделать такого вот. Но тоже у меня получается большая территория. И на все явно не хватит. Сейчас я выставлю все, что у меня есть. Посмотрим, насколько она сможет закрыть. Забор, конечно, удачный. Но так как каждая деталь весьма дорогая, то я купил, не помню, сколько там, десятков штук, 20, что ли, я купил. Но не так много. Я вообще, честно говоря, покупал для того, чтобы сделать контейнер для морской перевозки и ставить где-то тоже для декорации. Не думал, что буду именно как забор использовать. Причем для такой большой территории. Все, как ни печально. Такой забор у меня закончился. Ну и что, дальше... А сетки, кстати, у меня тоже не хватит. Из-за того, что я сильно расширил территорию, у меня теперь ни сетки, ни салатового не хватит на все. Мне в любом случае придется комбинировать. Да, видимо, надо докупать. Но это, конечно, уже будет не в этой жизни. То есть не для этого мультфильма. Так, ну, короче, как-то вот так вот. Все, я думаю, что вот это вот уже близко к финальному виду локации. Как оно будет в мультфильме. Я еще не знаю, как буду закрывать вот эти вот пустоты белые. И не знаю, что делать вот с этими вот дырками по краям камеры, чтобы снимать панорамно. Может быть, больше снимать как-то сверху. Или, может быть, как-то, не знаю, снимать... Ой, как камера покажет. Ну да, более крупно вот так вот. Ну, короче, будем разбираться. Все. На этом свое немножко сумбурное, спешное видео по поводу бункера я заканчиваю. Бункер ученок 2.0 для сталкера 11 серии. Пишите ваши комментарии. В этот раз про улучшения можете все равно писать. Но уже я переделывать не буду. Все, это финальная версия. Если только совсем по минимуму, что поменяю. А так, глобально, так его и оставлю. Пойду дальше снимать. Но перед этим еще, правда, и обзорчики. Некоторые придется вам посмотреть. Надеюсь, что вы с удовольствием это сделаете. И до новых встреч на канале. Всем удачи. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok